Возможность на одной выставке увидеть сразу несколько десятков всемирно известных картин предоставили жителям Брянска представители армянского культурно-просветительского общества «Арарат». Идея сама возникла в Донецкой области среди верующих людей, чтобы не просто ограничиться церковной аудиторией, жизнью, но и доносить духовные ценности до обычных людей, светского общества, в школах. Передвижную экспозицию из ДНР перевезли в Россию. Копии известных полотен уже побывали в Ростовской, Воронежской областях и районах Брянской области. Выставка составлена из напечатанных на холсте копий работ Тициана, Рембрандта, Рафаэля, Брюлова, Поленова, Репина и многих других живописцев. У музеев провинциальных нет возможности привозить оригиналы, как это делает Третьяковка, как это делает Русский музей. Поэтому современные достижения технические позволяют нам выставить хорошего качества копии картины известных художников. И очень приятно, что в данной выставке эти картины объединены общей тематикой. Это позволяет проследить тему библейских сюжетов через творчество известных художников и через их полотна. Сколько не сомневаюсь, что для художника это раскрытие своего внутреннего мира. Как он видит Христа, как он понимает Христа и как он понимает отношения с Богом. И поэтому Церковь, конечно же, всегда приветствовала подобные выставки и уважительно, с почтением относилась к искусству. Известные и малоизвестные широкой аудитории картины помогут зрителю вспомнить евангельские сюжеты, о которых многие читали в Новом Завете. Это возвращение блудного сына, Христос у Марфы и Марии, Динарии Кесаря, Христос и грешница. Эта история ясно раскрывает нам, насколько Богу дорог каждый человек, независимо от того, сколько он совершил ошибок в своей жизни. И Христос эту грешницу не оттолкнул от себя, но наоборот, прощает ей ее грехи, в виде ее усердия и любовь к Богу. Выставка «Библейские и евангельские сюжеты в творчестве известных художников» будет доступна для посетителей музея Ткачевых в течение февраля. Вход на выставку свободный.